Продолжение следует... 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 Был достигнут эффект ремиссии, ПСА снижался до 0,98 нг на мл, в связи с чем пациент продолжал получать абиротерон. Однако с июля 2018 года пациенту снова был зарегистрирован рост ПСА до 1,3 нг на мл и появился болевой синдром в области левой седалищной кости. Пациенту выполнено ПЭТ-КТ с галием, результатом которых определились очаги в костях таза с обеих сторон, в левой седалищной кости до 73 мм. Также появились очаги в правой половине тела пятого позвонка, в боковом отрезке десятого ребра слева и в боковых отрезках четвертых и пятых ребер справа. Пациенту был проведен симптоматический курс на область поражения левой седалищной кости до 140 грей. На фоне проводимой терапии был достигнут положительный эффект, однако в июне 2019 года мы снова отмечаем у пациента рост ПСА и снова появились боли в проекции левой седалищной костью. На этом моменте пациенту назначен энзолутамид и пациент получал до 2020 года, до сентября 2020 года энзолутамид. Однако в 2020 году в сентябре снова пациенту выполняют ПЭТ-КТ с ПСМА, контрольный ПЭТ-КТ, по данным которым появляется новый очаг в грудинах. В грудине также было обнаружено повышение накопления радиоферма препарата в десятом ребре справа. В седалищной кости было уменьшение препарата. Во время пандемии пациент обратился не к нам, а обратился по месту жительства, и на консилиум в месту жительства ему было назначено проведение химиотерапии препаратом Децитоксел. Однако на фоне проводимой терапии у пациента развились выраженные токсические реакции, положительной динамики ПСА не наблюдалось. Пациент снова обращается к нам. Проведение химиотерапии на данном этапе было прекращено, но в связи с сохранением болевого синдрома принято решение на консилиуме о проведении радионуклидной терапии радиа. Проведено 5 курсов с положительным эффектом. Следующий РосПСА у пациента был отмечен в ноябре прошлого года до 6 нг на мл. Пациенту выполнено ПЭТКТС ПСМА, выявлен очаг накопления в области левого надпочечника, в переднем отрезке первого ребра справа и в лобной кости слева. На данном слайде представлено накопление в области первого ребра и в области надпочечника. Также у пациента при обследовании выявлены конкременты лоханки нижней чашечки правой почки до 3 см в диаметре. Хотели подчеркнуть мультидисциплинарный подход к лечению данного пациента. Пациент был пролечен в нашем филиале в Нью-Урологии им. Лопаткиным. Была выполнена перкутанная нефролитолопоксия справа. После проведенного лечения проведено 4 курса радиолеганной терапии лютец и МПСМА. После лечения эффект положительный ПСА от июля 0,36 нанограмм на миллилитр. Сохраняется тестостерон 2 наномоль на литр. На сегодняшний день пациент получает энзолутамид под контролем ПСА и гормональную терапию аналогами ЛГРГ. Последний ПСА от ноября 84 нанограмм на миллилитр. И в декабре планируется проведение контрольного обследования. Таким образом, время наблюдения за нашим пациентом составляет уже 95 месяцев. На данном слайде сводная таблица лечения пациента. Спасибо за внимание.